всем привет это новый выпуск максима обзора и сегодня о самых интересных событиях прошедшей неделе вам рассказываю я анна мельникова и моя гостья в студии юлия жемчуг всем здравствуйте юля расскажи как ты считаешь насколько была насыщенная прошедшая неделя я считаю что мы даже не знаем с чем начать первым столько событий в августе настолько он богатые насыщенные на конные события но давай все-таки попробуем что у нас самое главное что у нас топом является августа ну конечно же главным событием для конкуристов и в принципе спортивного календаря является чемпионат россии и чемпионат регионов по конкуру который отгремел в конно-спортивном комплексе хорсика с 8 по 14 августа чемпион россии определялся по итогам выступлений в трех маршрутах с высотами препятствий от 145 до 155 сантиметров притом накал борьбы был очень серьезным первый день соревнований победу одержал сергей петров к финальному дню лидером подходила наталья симоне с результатом всего три десятых штрафного очка на две сотых штрафного очка от нее отставал иван малюгин но досадные повалы ивана выбили его из гонки за первое место победительницей стала наталья симоне второе место досталось марии симохотской сергей петров замкнул тройку лидеров сразу после церемонии награждения юля моя коллега пообщалась с чемпионкой россии наталья рассказала о своих эмоциях это я здравствуйте скажите пожалуйста какие эмоции вы испытывали когда сегодня готовились к выйти на боевое поле конечно я очень была собиралась мыслями потому что заключительный маршрут я была лидером по двум дням и конечно очень трудно собрать тебя в кучу подвести коня и выплеснуть все свои эмоции только на финише а ваш боевой партнер как сегодня у него был настрой он всегда настрой он когда видит цель не видит преград он очень боец такой ответственный готов проведет всегда и все мы вас поздравляем и не хотим задать вам такой вопрос что бы вы пожелали молодым спортсменам какие наставления или добрые слова вы бы им сейчас сказали с позиции сегодняшнего дня чемпионки идти сюда вперед не бояться проигрывать всегда спортсмен проигрывает намного больше чем выигрывает а кто стал победителем гран-при победителем гран-при мне кажется ты знаешь стал александр белехов это единственный спортсмен кто справился с обоими гитами маршрута 155 сантиметров без повалов ну и мне кажется он сам расскажет какие ощущения были после победы и как он готовился к этому триумфу волнительно очень было надо было отпрыгать чисто и постараться немножко побыстрее потому что неизвестно было если я сделал повал то тогда бы время решила все поэтому надо было пройти максимально быстро и без повалов а как бивальди себя чувствовал бивальди сейчас не в хорошей кондиции у нас была пауза большая полтора месяца и мы еще не успели втянуться в работу с чем была связана с травмой вот но сейчас он постарался очень сильно и звезды сложились молодым спортсмену я пожелал много хороших лошадей трудолюбия и любви к лошади победу в командном зачете чемпионата россия одержала сборная санкт-петербурга в составе александра берехова марии симохотской и ивана малюгина также сборная санкт-петербурга одержала победу в чемпионате региона в составе команды также присутствовали мария симохотской иван малюгин ну и александр белехов мария симохотская стала обладательницей титула чемпион региона в 2022 я так понимаю что помимо титула также мотивации были деньги но и для тех кто хочет подойти к статусу чемпиона деньги тоже интересует ну давай расскажем сколько же они заработали скажем что призовой фонд турнира превысил 5 миллионов рублей при том о изначально было заявлено призовой фонд турнира 5 миллионов рублей и нации самый интересный момент на церемонии награждения он был увеличен на 3 миллиона партнером турнир руководителем ралли клуба классических автомобилей станиславом соловьевым в момент когда уже ребята стояли на пьедестале он добавил 3 миллиона призовых от себя ребята потом на радостях от всех этих событий от увеличения призового фонда решили открыть бутылку шампанского откуда пошла эта традиция расскажи мне пожалуйста эта традиция пошла из автоспорта в шестьдесят шестом году бутылка шампанского из детонировала в руках победителя и ему ничего не оставалось как облить своих коллег шампанским но в следующем году в 1967 победитель 24 часов лимана вспомнил об этом вспомнил инциденте подумал что это очень весело ну и сам открыл бутылку шампанского и облил своих экс-конкурентов ну и сейчас коллег по пьедесталу почета кстати интересный факт получается традиция зародилась 1967 году именно в этот год родилась победительница чемпионата россии наталья симония давай о деньгах конечно же о деньгах говоришь кто сколько заработал нет подожди у меня есть информация я сама зачитаю поскольку информация в открытом доступе мы можем спокойно об этом рассказать и вам вице-чемпионка россии в личном зачете чемпионка регионов и победитель с обоих команд правильно раз два три мария симохотская заработала на турнире более 1 миллиона рублей чемпионка россии наталья симоне взят домой более 800 тысяч рублей и более 500 тысяч рублей заработал ведущий спортсмен площадки сергей петров это кстати мой сосед по конному клубу корсика ну надеюсь он накрыл хорошую поляну и порадовал если я пропустила я очень пожалею неделя выдалась насыщенной не только для спортсменов на основных лошадях но и для юных представителей конкура выездки и троеборья потому что прошла спартакиада учащихся 11 спартакиада учащихся для юношей соревнования прошли в конно-спортивном комплексе конаковские конюшни это был турнир по конкуру соревнования по выездки троеборью принял конно-спортивный комплекс максима парк соревнованиях приняли участие спортсмены из 18 субъектов российской федерации ну и вообще спартакиада считают одной из важнейших а для развития регионов потому что ребята приезжают заводят новые полезные контакты и потом вместе поддерживают друг друга в своих дисциплинах но и не только в дисциплинах мне кажется спартакиада немного напоминает о спортивный лагерь который объединяет который воодушевляет который вот и растешь вместе с командой и с ребятами опять же спортсмены живут все вместе на одной базе вместе обедают вместе проводят брифинги общаются с тренерами словом это не только спортивно интересное событие это еще и веселое событие для самих участников турнира но что же веселье мы поговорили теперь пора поговорить и о спорте победительница соревнований по конкуру стала представительница ленинградской области дарья кукушкина спортсменка заняла первое место в двух деталях маршруте с высотой препятствий 135 сантиметров и также стала победительницей гран-при с высотой препятствий 140 сантиметров и еще даже заработала медаль в командном первенстве ленинградская область чемпион спартакиады 2022 какие награды помимо титулов заработали ребята в первую очередь это действительно титулы это возможность выполнить спортивные нормативы но призового фонда на молодежных турнирах нет но пусть растут у них есть мотивация но кстати интересный факт что я знаю что точно две участницы спартакиады это таисия мороз и дарья кукушкина представительница санкт-петербурга и ленинградской области сразу после того как выступили на спартакиаде сели в машины и поехали в хорсику для того чтобы принять участие в чемпионате регионов максима парк прошли соревнования по выездке и по троеборью начнем с троеборья очень драматичная получилась развязка победителями стали представители курской области кстати опять же интересный факт что золотые медали в абсолютных первенствах разыграли представители разных регионов победителем стала сборная команда курской области победу команде привезла во многом карина войнова это всадница без ошибок отпрыгала конкур и стала абсолютной победительницей спартакиады в личном зачете у меня есть вопрос уточняющий ребята когда приезжать из регионов они приезжают насколько заранее чтобы посмотреть площадку потренироваться или может быть некоторые из регионов но при этом все лето стоят у вас нет те ребята которые приехали на спартакиаду все приехали именно на молодежный турнир в том числе сборной челябинской области пермского края новосибирска они приехали буквально за несколько дней для того чтобы лошади успели немножко акклиматизироваться затем прошли выводку прошли официальные тренировки ну и сразу бой а что касается вы искать нашей третьей любимой олимпийской дисциплины 3 она в расписании спартакиада учащихся но я думаю что многие спортсмены и тренеры скажут что вы искать а дисциплина номер один абсолютным победителем командного зачета стала сборная москвы москвички кстати в команде выступают только девушки в принципе как и в большинстве сборных по конному спорту именно молодежных сборных москвички показали топ результаты как и в кюре победительница кюра стала полина трофимова енина французова заняла первое место в первый турнирный день и в абсолютном первенстве спортсменка также представляет нашу столицу ну и команда москвы заняла первое место в абсолютном первенстве спартакиада учащихся какие важные события нас ожидает в будущем конечно же это спартакиада сильнейших которые пройдут в максима парк на этой неделе пройдут соревнования по выиски и троеборю последняя неделя августа знаменуется конкуром также в конно-спортивном комплексе хорсика пройдут соревнования для молодых лошадей и в целом много турниров пройдут во всех регионах нашей страны ждем хотел отдельно отметить по прошедшему чемпионату россии по конкуру что зрители было очень очень много мы всем очень благодарны кто приехал действительно мы общались потом на выходе же спортсменами и не спрашивали как ваши лошади как вы сами относитесь когда так много ну по сути непривычно я бы сказал для нас сегодня такое количество зрительно потрясающе и лошади чувствуют эту особенную атмосферу и нам очень приятно вот это вот поддержка неважно был повал не было но поддержка зрителей всегда очень важна и она мотивирует делать еще лучше так что предлагаем приходить на трибуны поддерживать спортсменов ну а если не получается приехать смотреть прямые трансляции может быть оставлять приятные комментарии под трансляциями записями выступлений спорта спортсменов это очень важно ну а мы хотим попрощаться с вами сказать до новых встреч до новых выпусков максима обзора всего доброго встреч до новых встреч Продолжение следует...